В бою прошли митинги, посвященные памятным датам истории нашей Родины. 1 декабря отмечается День воинской славы России. День победы русской эскадры под командованием адмирала Павла Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп. В этот день прошло мероприятие в парке Белинского у памятника воинам-интернационалистам, организованное преподавателями и учащимися школы номер 37. Малендарь событий Дней воинской славы – это память мужеству, стойкости и заветной любви к своему Отечеству. Дань уважения сегодняшнего поколения к истории России. Ребята почтили память павших воинов минутой молчания и возложили цветы. День воинской славы – это еще один повод вспомнить героев далекой войны и обратиться к истории великих сражений русской армии. 3 декабря отмечается День неизвестного солдата. Эта памятная дата призвана увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг погибших в боевых действиях воинов, чье имя осталось неизвестным. Митинг, посвященный Дню неизвестного солдата, прошел у мемориала память. Отдать дань памяти землякам, не вернувшись с фронтов, собрались преподаватели и учащиеся школа номер 9. Участники прочли стихи, почтили минуты молчания память буевлян, погибших в годы Великой Отечественной войны, возложили венок и цветы к подножию памятника. Всех тех солдат, которые не вернулись с фронтов, те, кто остались безымянными, лежать на поле боя, в окопах, а тех, о ком мы не знаем, о жертвах, которых мы не знаем, сколько их погибло, где они захоронены на сегодняшний момент. И наша с вами и обязанность, и гражданский долг – помнить об этом и чтить их память. Вечная память – жертва Великой Отечественной войны. Спасибо вам. 3 декабря на Аллее Победы состоялся митинг, посвященный Дню неизвестного солдата. Неизвестный солдат никогда не обретет имени и фамилии. Для всех, чьи близкие пали на фронтах Великой Отечественной, для всех тех, кто так и не узнал, где сложили головы их братья, отцы, деды, неизвестный солдат навсегда останется тем самым родным человеком, который жертвовал жизнью ради будущих своих потомков, ради будущего своей Родины. Сегодня мы все вместе с вами находимся в этом святом для каждого, бы являя на месте, для того, чтобы почтить память павших в Великой войне. Действительно, истинным героем и Великой Отечественной войны, и всех тех военных конфликтов, которые были на территории нашей страны и за ее пределами являлся простой солдат. Солдат, который не жалел своей жизни и отстаивал рубежи обороны до последнего, жертвуя своей жизнью и своим здоровьем. Очень много тех имен, имен тех героев остались неизвестными. И сегодня, в этот день, мы чтим память этих неизвестных героев. С 2014 года в нашей стране отмечается День неизвестного солдата. И, наверное, сегодня эта дата очень важна для всех нас. Именно сегодня, когда недруги нашей страны пытаются очернить память наших отцов и дедов, пытаются воевать с историей и принизить роль нашей страны в победе над коричневой чумой фашизма. Сегодня мне хотелось бы вспомнить слова нашего легендарного полководца Александра Васильевича Стуборова, что война не закончена, пока не похоронят последний погибший солдат. И хочется сказать слова благодарности всем представителям поискового движения нашего города. Эти школьники и студенты, благодаря им, их сложной, кропотливой работе, восстанавливается память. И семьи неизвестных героев обретают историческую память. Несмотря на проводимую работу, еще очень много имен остается неизвестным. Тем не менее, все они герои своей страны. Мы чтим память об этих героях и передаем их с поколения в поколение. И сегодня, наверное, особым смыслом наполнены слова «Никто не забыт» и «Ничто не забыто». Вечная память всем погибшим героям. Для нас Великая Отечественная война – это не только прошлое. Ее дыхание многие чувствуют и теперь. Она круто перевернула всю жизнь страны, вошла в каждый дом, в каждую семью. Она поглотила в своем пламени миллионы людей, принесла народу колоссальное разрушение, страдания и горечь, которые поныне остро тревожат народную память. Мы должны все сделать для того, чтобы как можно больше неизвестных героев обрели свои имена. Более 70 лет мы живем под мирным небом, оставив неприбранными места тех страшных боев. Пусть не специально, пусть по незнанию, но все же сегодня хочется сказать, запоздав на целое десятилетие, прости нас, безвестный артиллерист, храбрый пулеметчик, отважный летчик, танкист, сгоревший в танке. Прости нас, русский солдат. В преле текущего года стартовал всероссийский проект «Судьба солдата», инициатором которого выступило общероссийское общественное движение по увековечиванию памяти павших при защите Отечества, поисковое движение России. Центр молодежи городского округа «Город Буй» присоединился к проведению данной акции и предлагает помощь жителям нашего города в установлении судеб, павших в годы Великой Отечественной войны, призванных на фронт с территории нашего муниципалитета. Прием заявок по установлению судеб погибших родственников ведется в Центре молодежи городского округа «Город Буй». Что это дает, во-первых, подрастающим поколений, но и в целом, всему населению нашего города? Ну, это дает такой, как бы, эмоциональный заряд и сохраняться память о том прошлом, так более ярких образах, как это мы сейчас вот слышали, видели. И то, что это мероприятие, оно вне школы, поэтому оно как-то особенное. В школе там уже, они уже привыкли к мероприятиям, а здесь как-то обновленная обстановка, которая позволяет детям как-то по-новому осмыслить все увиденное и осознать, и осознавать на будущее, в чем прошлое значимо для нас, для каждого из нас. Конечно, я согласен с вами, что не совсем простое поколение, но есть те, которые с желанием сюда пришли, и видно, что они от души это. Есть такие. Мы не лишены таких детей, такого будущего, все-таки, несмотря на нашу ситуацию, может быть, сложную. В простом поколении, ну, наверное, глядя на тех молодых, которые помнят о прошлом, наверное, тоже они понимают, что не зря живут сейчас. И, видимо, их роль в этом проявляется в том, что они живут не зря, что-то вкладывают в будущее поколение, и, возможно, надежда есть у них на предстоящее будущее. Участники митинга зажгли свечи памяти, как дань тем, кто отдал свои жизни в страшные годы Великой Отечественной войны во имя мира и счастья на земле. В память о воинах, не вернувшихся с полей сражений, была объявлена минута молчания. Участники митинга все вместе с помощью горящих свечей выложили слово «Помним» и возложили цветы к вечному огню.